Всем привет! Мы с Сонечкой идём гулять. Да, Соня, мы до гулять идём? Давай-давай, беги быстрей. Девочки и мальчики, пока мы с Соней гуляем, я хочу вам показать мои прекрасные розы. Представляете, вчера здесь ещё только были бутоны, а сегодня уже так всё распустилось, и такая красота. И вот эти тоже. Ох, пока с Соней гуляла, была, видно, почта, что-то я не видела машину. Но мы с Соней немножко далеко ходили. Мне пришёл какой-то пакет. Смотрите, девчонки, красивые цветочки. Так, немножко. Каждый день поливаю, да? Каждый день вечером поливаю. И нужно опять полить, потому что сейчас жарко, и очень быстро сохнет земля. Всем ещё раз привет. Я помню, что когда я с Соней гулять ходила, я уже здоровалась со всеми, но я тогда себя ещё не показывала. Поэтому сейчас я собираюсь на почту, но и ещё раз с вами здороваюсь, теперь так, перезаромить. Я сейчас, я уже, по-моему, вчера говорила, или как, хочу быстро-быстро все свои заказы сделать, которые у меня ещё есть. У меня осталось ещё, по-моему, два заказа, и если у меня в течение вот этих вот пару дней ничего не купят, то я уже, значит, сделала, что я уже молодец, я уже всё сделала. Я уже, ну-то, приготовила себе коробку. Есть у меня мои пакеты. Пакеты, конверты, в общем, всё такое. Сейчас возьму, еду на почту, чтобы это быстренько всё отправить. Потом ещё заеду в магазин. Нужно купить хлеб, я не знаю, булочки. Ну, короче говоря, я не знаю, что-нибудь такое, ну, маленькое, как кляника, я хотела сказать, маленькое. Ну, что-нибудь ещё такое, я не знаю, что ещё, что попадётся в магазине, не знаю. Там, Володе ещё нужно будет что-нибудь на ужин приготовить. Кстати, девочки, после вчерашней кашки я сегодня минус 800 грамм. Я сегодня тоже себе сделала на завтрак эту кашу, я тоже сегодня завтракала, я ей подзавтракала. В обед я съела просто куриное филе кусочек, просто с помидорками, без ничего. Просто так, отварное куриное филе. И на ужин у меня ещё осталось немножко кашки, ну, чтобы так сильно себя не мучить, а то у меня вчера болела голова. И чтобы себя сильно не мучить, вечером потом у меня там немножко каши этой осталось, я закушаю кашу. Девочки, воду пьют. Все, кто сейчас смотрит, налили стаканчик воды и выпили, потому что мне так много написали комментариев, что все пьют мало воды, очень многие пьют мало воды. Я тоже, я себя теперь хожу, прям заставляю. Я прям наливаю, один стакан выпила, сразу же его налила водой, и потом, когда мимо прохожу, смотрю, стакан налитой воды стоит, и думаю, ага, надо выпить. Ну, и беру, и пью. Я, конечно, не знаю, насколько меня так хватит, надолго ли меня так хватит. Поэтому, в общем, как-то так. Ладно, девчонки, я, наверное, поехала. А, насчёт колбасы. Мне написали вчера такой комментарий. Я, кстати, помню, что мне про духи очень многие написали, и я вам потом скажу, где я что купила. Потому что все, просто я духи эти покупала в двух магазинах, поэтому, ну ладно, к духам мы потом ещё вернёмся. А, насчёт колбасы. Мне написали, напишите, можно ли провести колбасу, сыр? Вы вот написали, вернее, вы, говорит, сказали, что вы берёте с тобой колбасу, сыр. Можно ли это вести? Девчонки, конечно. Блин, я всегда вожу. Ну, без колбасы и без сыра я тут ещё ни разу не приезжала в Россию. В этот раз, вот последний раз, когда я ездила, это вообще было хокло. Я же ездила только с ручной кладью. Ну, естественно, положила в ручную кладь, ну, колбасу, сыр, конфеты. Я ездила зимой, поэтому мне сильно много одежды не нужно было. И я, в основном, всё заложила такое. Ну, в общем, сладостями и колбаса, и сыр. Встали просвечивать мой чемодан. И, короче, на таможенном контроле вот этом, на досмотре. Встали просвечивать мой чемодан. Мне говорят, а вот это что такое? И показывают. Там такой круг, тут такой круг отпечатан, тут такой квадратика отпечатан. Я так смотрю, соображаю. А рядом стоит мужчина и начинает меня переводить по-русски. Я говорю, мне не надо переводить, я понимаю, я сейчас это объясню, что это такое. Я говорю, это колбаса и сыр. А на меня так посмотрели. Я говорю, ну, а чего вы так сроки? Я прям так ссорила. Я говорю, ну, а чего вы на меня так смотрите? Ну, нравится, Россия, нам наша колбаса и сыр. Почему я не могу с собой привезти колбасу и сыр? Она мне говорит, девушка, там женщина. Она мне говорит, можете, пожалуйста, чемодан открыть? Я говорю, да, конечно, могу, у меня там ничего такого запрещенного нету. Я так открываю свой чемодан, а у меня там колбаса, сыр, конфеты. Все вместе посмеялись. Я сказала, она говорит, закрывайте. Я закрыла свой чемодан и пошла дальше. Не, ну, а что, я так и сказала, ну, а что, если мне так заказывают? Говорю, ну, люди, ну, родственники любят нашу немецкую колбасу. Почему и... Вот я ее и взяла. Ой, я говорю, а впереди меня мужчина, оказывается, тоже русский был. Поэтому он мне начал переводить, думать, скажет, друг, может, что я не так поняла? А я все прекрасно поняла. Она мне просто не на круг показала, да, а на квадратике. И я стала соображать, то ли это одеколон у меня там лежит, ну, для мужиков я тоже одеколон тогда покупала. То ли у меня это одеколон лежит, то ли это у меня колбаса. Кстати, если вы берете с собой вручную кладь духи или одеколон, флакончик должен быть не меньше, чем 100, вероятно, не больше, чем 100 миллилитров или грамм. И должен быть упакован вот в такой вот вакуумный пакетик, да, вот как я показывала, как я запаковала. Но я-то в этот раз все отправлю в багаж, в багаже там все равно, как вы упакуете. А вручную кладь нужно вот так все упаковывать. Даже если, например, у вас там зубная паста с собой, желательно брать маленькие тюбики, потому что на таможне все заберут. Я когда, как-то я ездила, и у меня был с собой крем от Mary Kay, у меня был крем, маска и еще что-то. Короче, девочки, у меня все забрали. У меня новые тюбики были, я только, мне только подарила дочка на день рождения, и у меня эти были новые тюбики. И главное, что, знаете, самое что интересно, что, достаньте, что у вас в сумочке. Я раз так достала первый крем, она, это нельзя, типа, выбрасываем. Я говорю, как нельзя? Она, боль, а там было 200 миллиграмм, да, и все, забрали, выкинули. А второй у меня там крем, который был второй, тоже от Mary Kay, у меня уже начатый был тюбик, я его не стала доставать. Думаю, сейчас если сама полезет, достанет, то заберет. Пусть забирает, думаю, а если не полезет, не заберет, то, думаю, себе, ну, короче говоря, я не показала, и он у меня в сумке остался. Благодаря я вытаскивал тут другой крем тоже. В общем, как-то так. Правда, девчонки? А про духи? Так, сколько у нас время? У меня тут уже закончится, нужно. Я же с утра работала усердно. Духи, девочки, духи, которые я сказала, у которых запах как шанель-мадмазель, это девочки в Lidl, там разные всякие разновидности, в общем, это светло-розовые. Другие, которые напоминают запах Си, ну, там прям, ну, сильно-сильно прям похожие, это девочки в DM. В DM идете, смотрите. Они все недорогие, вполне нормальная цена, адекватная и запах хороший. Так, я еще тоже не подухарилась, а какие я сегодня возьму духи? Я сегодня возьму мои любимые. Но это, это оригинальный. В общем, ладно, девочки, я пошла в магазин, мне поехала на почту, ну, и потом, не знаю, наверное, ну, с вами еще, может быть, встретимся. У меня сейчас не так сильно много времени снимать. Ну, я готовлюсь. Я готовлюсь. Ну, с утра даже еще вещи не готовила, потому что с утра мне нужно было поработать. В общем, это мои заказы у меня стоят на первом месте, потом все остальное. Ладно, девчонки, не буду. Сильно тут вас задерживать, так что я на почту. У нас Володя вот так постоянно закрывает машину, ну, чтобы машина сильно не нагревалась. Сейчас я вот это все сниму. И потом, опсуля, и потом поеду на почту. Кстати, пока вспомнила еще один комментарий. Кто потерял Сабрину? Девочки, каникулы закончились, началась школа. Она в школе, и... Так, где мои ключи, куда я их кинула? И поэтому ее сейчас не видно. Все, поехала. Девочки, съездила, закупилась. Называется, за хлебушком съездила. Заплатила 26 евро, 44 цента. Вот такие яблоки у нас стоят 2,99. Так, что я купила? А, такое мороженое. Пломбир. Стоило оно 2,79. Так, это я купила Володе пиццу. Я же еду, ему же надо будет что-то кушать. Ну, у него пицца, пельмени. Это будет его самое прекрасное время. Фома с сосисками. Это как раз все для него. Такая пицца у нас стоила... Сколько? 2,69. О, совсем. Нет. Да, правильно, 2,69. Так, что я еще купила? Я купила кота вот такой корм. Ну, как всегда. 3,25 он стоит у нас. Кстати, здесь, а сколько у нас? 800 грамм. Потом я купила... А, вот такое вот. Желе. Это тоже у нас коты едят. Только вот с такой черной кошкой. 2,25 стоит. Так. Хлеб 99 центов. Соня, подожди сейчас. Я купила уже вареные и крашеные яйца. Чтоб... Ну, Володя на работу берет. Не хочу сама уже варить. Ему... Ну, короче говоря, уже приготовила ему, что он будет брать с собой на работу. Уэра 89 они стоят. Себе купила кефирчик. В общем, вечером выпью стакан кефира. 59 центов она у нас стоит. Полтора процента жирности. Так. Это тоже я купила. Володе. Булочки такие. Одна такая стоит. Лауганбрюхен. Ну, булочка. 29 центов. Так. Я купила вот такую вот колбаску. Это для Сони. Одна стоит 75 центов. Ой, это 50 заплатила. И купила вот такую вот... Вот такие вот печеньки. Такие с шоколадом. Ну, это я в Россию взяла. Три штучки. Одна стоит 99 центов. Так. Все. И что я еще взяла? Это я взяла Володина бутерброды в колбаску. Так. Сколько она у нас стоит там? Вот это вот по 99 центов. И салями оля 39. Все. Вот такие нам картинки дают. Ну, тут это футбольные карты, по-моему, да? Это мы соседу отдаем мальчишке. Он у нас футболом увлекается. Девочки, кстати, хотела спросить, кто... У кого уже... Кто уже сделал вот такой вот Lidl Plus? Я еще никак не сделаю и не доберусь это ничего прочитать. Я потому что всегда экономлю место на своем телефоне. И поэтому как-то думаю, надо мне это делать или не надо. В общем, вы на этом экономите или так же, как... Короче, или пункты собираются. Что делается вот этим вот Lidl Plus? Все, Соня, идем, идем с тобой гулять уже. Все, она опять стоит. Меня тут и зовет на улицу. На матрасике, походу, сильно жарко. Он нагрелся, пошла на травку, легла. Вот так вот я с ней хожу туда-сюда. Я ей говорю, Соня, мне работать надо. Вот так я ей говорю, Соня, мне работать надо. Она вот так выйдет на улицу, ляжет и лежит. И одна, причем лежать она здесь не хочет. Ей надо, чтобы я рядом с ней сидела. Это просто ужас. А я только приехала. Я еще, видите, закупочку свою не разложила. Не положила в морозильник, что куда нужно. Так что пусть Соня тут лежит. А я пошла раскладывать все свои вещи. Как вам сегодня моя причесочка? Жарко. Жарко. Я поэтому волос весь просто так заколола в дульку. Короче, как могла, собрала. Он у меня еще немножко коротковатый для дульки такой. Но, кстати, у меня расцвел мой новый клематис синего цвета, фиолетового. Я вам сейчас покажу. Смотрите, какой, какая красота. В общем, через пару лет, когда этот куст у меня красиво весь разрастется, распушится. Смотрите, и вот такой клематис. Но этот я показывала. Но видите, он как долго, как долго стоят эти, эти бутончики еще не отвалились. Я только понять не могу, почему вот эта палочка, почему она высохла? И это что-то, или почему, я вот не пойму. Она реально высохла. Как-то интересно. Ничего не могу я понять с этим клематисом. И смотрите, здесь эти палочки, то ли они так, то ли это они высыхают, то ли это они одеревеняют. Блин, не знаешь, как правильно сказать. Девочки, кто знает, кто в курсе, ну и этот, посмотрите, какая прелесть. Прелесть, да? Ладно, пошла я. Девочки и мальчики, всем большое спасибо, кто откликнулся на мою просьбу помочь Милане. Кто уже перевел какую-то сумму ей на лечение, или кто еще собирается перевести ей сумму, ну, какую-нибудь небольшую сумму ей на лечение. Я заранее всем благодарна, всем большое спасибо. Спасибо, что многие уже сейчас остались неравнодушными и решили помочь этой бедной, бедной, да, этой бедной девчонке, которые вот так вот. Я понимаю, что таких людей тысячи, даже может быть миллионы, но всем помочь, я понимаю, конечно, тоже невозможно. Но все-таки я всем говорю огромное спасибо, кто откликнулся на мою просьбу. Всем спасибо еще раз от всего моего сердца. Ладно, пошла я свою закупочки убирать на место. В общем, кто знает про Lidl+, кто уже сделал себе, вернее, Lidl+, пишите мне. Ой, дома так хорошо. Тут просто отсвечивает немножко как-то. Ну, ладно, я сейчас уберу продукты все в холодильник. И потом мне нужно еще придумать, что я Володю приготовлю. Может быть, пицца? Девочки, переживаю за Володю. Пиццу купила, а оказывается, он уже тоже был видно вчера в магазине, потому что вот это у меня здесь и не лежало. Сейчас у меня уже теперь слежит 6 штук пиццы. Ну, теперь ему точно хватит. Девочки, я здесь по-быстрому убираю посудомоечную машину. Мне нужно убрать. Кстати, вот моя каша, которая у меня сегодня еще на ужин. Ну, вот, тут буквально, ну, я не знаю, наверное, 4 ложки осталось. Это мой ужин. Нет, если я сильно кушать захочу, я выпью стакан кефира. Все, я разбираю посудомоечную машину. Потом там у меня в раковине немножко грязной машины. Ой, там в раковине у меня немножко грязной посуды. Я ее ставлю в посудомойку. А, вот видите, девчонки, вот так вот у меня стоит стакан воды. И я вот так, когда увижу, я его выпиваю. Так что, девочки, еще раз встали все, пошли, налили стаканчик воды и выпили. Это для тех, кто мало пьет воды. Ой, сейчас сразу еще один стакан налью. Мне эта вода уже вот тут стоит. Но я понимаю, что надо. Поэтому надо. Сейчас еще раз налью воды, чтобы стояла и чтобы опять... Чтобы стояла и чтобы опять можно было взять, налить воды и выпить. Вернее не налить, а чтобы уже готовый стакан взять и выпить. Ладно, девчонки, на этом я буду закачивать свой такой влог. Я думаю, вам понравилось. У меня просто сейчас сильно много времени и нету, чтобы там что-нибудь вам спечь интересненькое, вкусненькое. Или там приготовить. Что-то у меня сейчас эти последние дни. Все реально так по-быстрому, по-быстрому. Потому что я... Нет, я все успею. Я знаю, что я все успею. Но просто мне всегда хочется сделать так, чтобы... Пусть у меня лучше свободное время останется, чем у меня его потом не хватит. Я стараюсь так все быстро сделать вначале, а потом уже, думаю, пусть лучше время останется. И можно будет спокойно отдыхать и не нервничать. Все. На этом буду заканчивать. Всем большое спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Все. Кому интересно, оставайтесь, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Ну и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok